Друзья, привет! Рады всех приветствовать! У нас сегодня 7 эфир Diamond League аналитических передач «Футбольный пас». У нас в гостях Максим Крабов, организатор команды «ИТАНИ». Макс, рады приветствовать тебя! Отлично! Да, давай сегодня мы пройдем по всему мунтуру, проанализуем его. Какий матч у тебя, возможно, наиболее в этом мунтуре? Ну, удивил меня, у меня несколько матчей удивили именно с счетом своим. Я думаю, это Манчестер Натиславутич и «Казаки» все-таки. Я думаю, будет больше борьбы. Я думал, что результат будет не такой разгромный. Но я думаю, что, наверное, даже Манчестер Натиславутич меня больше удивил. Что Славутич так перепонувал? Ну да, я смотрел обзор. Ну, я могу сказать, что много ошибок допустил команда «Манчестер Юнайтед». И как-то они поплыли. И если мы посмотрим, видно, что пропустили очень быстро один, второй, третий. И там, я думаю, посыпались просто. Хотя не характерно Манчестеру, потому что они, в принципе, достаточно сбалансированная команда. Я давно за ними наблюдаю. У них много лидеров. Они хорошо себя проявляют на разных турнирах. Поэтому удивительно, как-то у меня такое поражение и раздромное. Ну, я успел увидеть много этого матча, потому что я видел, что РП достаточно уверенно атаковала. В принципе, «Киев.Инфо» особо ничего не мог создать. То есть, как по мне, не знаю, запономеренный результат. Но я думаю, в принципе, РП хороший состав. И мы встречались с ними в том году. То есть, они, я могу сказать, играют очень часто на опыте. То есть, иногда по игре, может быть, не выигрывают, но на опыте свои головы забивают. И очень сложно противостоять такой команде. Потому что они, видно, давным-давно играют. Они молодые ребята. Поэтому сложно с ними играть любому сопернику. В том числе и нам было. Ну да. По цему матчу, как мы видим, першую тему 1-0. У нас РП перемогу Митяй забрали в 14-й половине. То есть, ну, до 15-й половины была такая борьба. Потом индивидуальная якость Митяя призвала до того, что 1-0. В принципе, завершил. Ну, а другая тему, где-то, полностью РП пробивала. Да, согласен, согласен. В конце концов, как раз, мы несколько головку успели победить. То есть, я думаю, по делу победу. Да. 4-0. Рукаем мы дальше. Наступный матч за участью вашей команды и Derby Young Boys. 1-0. Первый тайм пробовали. И в другом тайме, где-то буквально на 40-й вековине, бачим, а третий пропустил. Боротьба была довольно долго. Давай передаю тебе слово, чтобы ты проанализовал этот матч. Ну, наверное, начнем с того, что, в принципе, для нас наше место и вообще наше результат. Результаты абсолютно у нас непрогнозируемые. Потому что, в принципе, мы готовились хорошо выступить. Пока, к сожалению, не получаются. Есть ряд причин. Постоянно есть определенная проблема со сбором. Почему? Потому что каждый матч подключаются новые люди. Очень сложно собрать одних и тех же людей. Хотя, в принципе, по подбору мы, в принципе, хорошо сбалансированы. Но из-за того, что постоянно какая-то ротация, смена людей, то мы приезжаем тремя четверками и играем такими четверками, что никто друг друга не знает, хотя мы перетасовываем их неплохо. То вроде бы собираемся двумя четверками, но все равно какой-то у нас дисбаланс. И пропускаем глупые мячи. То есть у нас команда всегда славится хорошей атакой и плохой защитой. То есть мы можем за чемпионат забить больше всех мячей и больше всех мячей пропустить. При этом войти в тройку, двойку, даже первое место занять. Поэтому защита не наш конек и мы часто даем бой сильным соперникам, а со славой мы играем не очень хорошо. Не знаю почему-то такая проблема, но, к сожалению, имеем то, что имеем. По этой игре можно сказать, что, в принципе, соперник абсолютно ничем не удивил. То есть я считаю, мы, в принципе, все 40 минут контролировали игру, но буквально вот бывает такое три удара. То есть все, что было за игру, у нас куча моментов, штанги. Я два раза штангу. Плюс голкипер. Да, голкипер, вот, хотелось бы сказать, да. Голкипер очень хороший, то есть видно, что парень читает игру и очень уверенно играет в воротах. То есть видно, что человек не из большого футбола, скорее всего, играл за хорошие коллективы в мини-футболе, потому что очень хорошо читает, очень хорошо играет и ногами, в принципе, и лкой. То есть, пожалуй, мы столкнулись с проблемой именно в виде вратаря у соперников и с проблемой то, что у нас не было вратаря. Нереализация. Да, и нереализация. Да, да, да. То есть, ну, я считаю, что не скажу, что закономерный счет, но бывает. Да, ну, в футзале точечное расслабление плюс дереализация. Конечно, конечно. Идем далее. Наступный матч, который ты уже затронул трошки, Солутич, перемогает Манчестер. Манчестер следует отметить, что единственный был без живого, да, своего лидера. Это действительно вы правдовы такие результаты? Я думаю, да. Я думаю, да. Я не заметил, я полностью игру не смотрел. Я, кстати, этот момент отпустил. Я думаю, да. Да, они все-таки зависят от него. Очень зависят. Он очень много конструктива создает. Через него очень много атак строится. Он, в принципе, игрок хорошего уровня. Поэтому, я думаю, потеря его как раз и сказалась. Я не думаю, чтобы Солутич смог бы так комфортно победить. В принципе, Солутич команда достаточно мощная в плане борьбы. В плане индивидуального я бы не сказал. То есть, по нашей игре было больше борьбы, было больше стычек, чем самого футбола. То есть, я не могу сказать, что это техничная команда. Скорее, силовая команда. Ну, как мы видим, много ошибок у Манчестера. И почти 5 безответных мячей. Я думаю, потеря Джаваги как раз сказалась. Тут ведь, изначально, еще покор работает калашник, да, Дмитро. Четыре мяча забывает. Игры просто там много. 5-0, подсумковый. Солутич перемогает. Таких, как бы, сдавалось непростых. Но в игре Солутич переграет Манчестера. Наступный матч, который выдавался нам центральным. И, я думаю, Казаки забрали все максимально. И был, может, таким. Казаки Ирбис 2-11. Несподеливительно тебе. Очень, очень большая. Ну, если честно, я знаком с командой Ирбис, знаком с командой Казаки. И встречался с ними очень много раз на большом поле с Казаками. В принципе, команда неплохая. Есть несколько техничных игроков. Вот. Но, зная Ирбис, что эта команда все-таки более футзальная, Казаки не футзальная команда точно. То есть, для меня, в принципе, было ожидаемо, что, когда пойдет какие-то более сильные команды, то Казаки, скорее всего, немножко сдадут. То есть, они свои очки понабирали. Вот. Но, все-таки, с сильными командами им будет сложнее. И поэтому, я не ожидал такого крупного поражения, но ожидал, что Казаки проиграют. Вот. То есть, не буду скрывать. Ну, при всем при этом, Казаки, команда с характером. То есть, они уже несколько туров показывают, что даже проигрывая с большим счетом, они могут отыгрываться, выигрывать, как было с нами, как было с Манчестером. То есть, при всем при этом, ну, надо отдать должное Казакам. Не получилось. Ну, бывает. Ну, не было автоматизма, где-то. Такие результаты. И, конечно, пока ее не было, уже чего-то кажется. И матч выдался серьезным. Ну, и наступный матч остальный в группе А. Норс 170 Телеги. Один один у нас первый тайм. В подсумку Телеги перемогает 2-4. Ну, в принципе, я тоже думаю, прогнозируемый достаточно результат. Норс 170 не впечатляет. Хотя, в принципе, у Телег есть проблемы с составом. Ну, я тоже, в принципе, склонался к тому, что Телеги победят. Как всегда, Каполя не забил. Ему большой привет. И Юра Захарчук тоже отличился. Так что, ну, я думаю, что по подбору все-таки Телеги посильнее выглядят, чем норс 170. Вот. И посмотрим, как будет дальше, но... Питание для тебя сразу по Телегам. Тебе зараз, ну, я не знаю, на сколько ты в том году спостерегал за результатом на Телег, да? Ну, я не могу сказать, что за ними следила. За результатами в том году следила. Я знаю, что они заняли бронзовое место в Лиге Бронз в том году. Я знаю несколько человек, поскольку из Каполя и Захарчуком мы долгое время играли вместе. Поэтому я интересовался и была даже возможность за них играть. Вот. Не сложилось. И поэтому, ну, чисто исходя из того, что я видел, когда мы играли против них, им все-таки подбора игроков не хватает. То есть, у них, скажу так, есть несколько хороших ребят, есть ребята, которые, к сожалению, ну, по силе чуть-чуть слабее. Поэтому им нужно, я думаю, на второй этап, дисбаланс составить. Если не подберут людей, то, я думаю, результат придет. К сожалению, пока что им чуть-чуть не хватает в плане состава. Я не знаю, какие у них обычно сборы, но вроде бы неплохие. Но из того, что вижу даже из обзоров, то есть есть ребята чуть послабее. Но, в самом деле, я думаю, есть никуда стремиться. И я думаю, они еще повоюют. Давай турнирную таблицу с тобой проделись. АРП 410-19 пунктов, первое место. ИНБІС-15, Манчестер-13, Козаки-13 грав запасенных. Янг-Поезд-12, Киев-Інфо-10, Саутич-9, Легий-6, интернет-4, ИНО-170. Что-то удивует тебя по турнирной таблицей? Все абсолютно правильно. Я не вижу даже каких-то неожиданностей по факту. Я думаю, что же первая тройка изменится по тех, кто выиграл. Я не знаю, какие игры остались у Козаков. Козаки остались в Телегии. Плюс у них будет матч, скажем так, переигрывка за АП 410. И, здаясь, Айс Волтыч. Такий достатньо модный график. Как мне кажется, что Манчестер сказали мне свое место. Это третье и буду делить это третье место. А остальные, я думаю, нижняя тройка плюс-минус уже определилась. И по середине тоже все ясно. То есть, думаю, будет припас за третье место. Окей, подивимся твой прогноз. Давай группа Б. Починаем с тобой. Давай матчи разом. Фиеста, КЛФК. Передаю тебе слово, если думаешь... Да, смотрел. Тоже могу сказать, что Фиеста достаточно опытная команда. Так же, как и КЛФК. КЛФК в этом году неприятно удивило, особенно началом. Вот. Я не ожидал, что они так слабо начнут. Так много очков потеряют. Хотя, в принципе, группа непростная. Вот. По Фиесте могу сказать, что он увидел. Было тоже, опять же, ряд ошибок. Таких вот полностью игру не видел. Мне сложно судить. Ну, Фиеста тоже, я думаю, еще место занимает. Я понимаю тебя. Я думаю тебе умею. Да. Ну, как видим, то в первом тайме 2-0 перемогал КЛФК. В другом тайме був 3-1 результат. Ну, и уже на конец там двучей КЛФК. Зробил 5-1. Но если призначитесь, что знаешь, КЛФК на эту игру збралась на решение. Комальный склад. Я думаю, что, если бы команда збиралась таким складом на каждую группу, то, может быть, те же самые результаты. Ну, я знаю несколько человек. Я знаю у них Максим Сало. Я знаю у них еще пару человек. То есть команда неплохая. Да. Там было бы очень интересно. Ну, наступный матч Андердог Машинтех. Рахунок где-то не футбольный. Да, ребята, кажучи. Наверное, не знаю, что анализовать в этом матче. Хочется решать тренд. Андердог. Андердог. Я ребят видел не только на турнире, да и на три. В принципе. Меня не удивляют результаты. Конечно, в плане состава нужно набирать. Они достаточно слабенько смотрятся. Хотелось бы их поддержать в первую очередь. Но им все-таки очень и очень не хватает качественных игроков. Поэтому для меня, ну, возможно, слишком раздромный счет. Но, зная Машинтех как команду достаточно хорошую в плане комбинационной игры, я думаю, все, что они могли, они бы забивали. То есть, тут как раз тот случай, когда, я думаю, залетело все, что могло залететь. Так что, ну, жалко, конечно, что с таким счетом команда проигрывает. Но, я думаю, это все равно опыт какой-то. Да. Главное, чтобы хлопцы сделали выставок. Да, и не отпускали голову и все-таки находили какое-то количество населения. Потому что, конечно, с таким счетом проигрывают нельзя. Окей. Наступный матч Крылья Донбаса. Коцюба Сити. 1-11. Коцюба Сити, я хочу сказать, очень добровольная команда. Мне очень нравится. Очень хорошо смотрится. Тоже хороший комбинационный футбол. Ну, есть популярных молодых ребят. И мне не нравится игрой. Крылья Донбаса, я не знаю, как-то слабовато смотрится. Ну, тут другой склон, 5-6 матча. Ну, да, 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 да. Я не мог понять, потому что не меняется форма. Для меня была загадка. Да, это пара группы, соответственно. Да, я понял. Но, к сожалению, тоже такие результаты неутешительные. Я думаю, все-таки будет как-то поинтереснее смотреться Крылья Донбаса. Да, наступный матч. Давай, остальные группы. Покров божий Дарницкий ЗЗБК. 2-9. 1-3. 1-3. Там и подсумковый. 2-9. Дарницкий ЗЗБК смотрится очень элитивно. Поэтому для меня тоже не сюрпризом является такой результат. А вот борьбы как таково, в принципе, особо и не было. То есть, достаточно уверенно победил Дарницкий ЗЗБК. В принципе, Покров божий. Покров божий я видел тоже в игре несколько раз. И моментами становится очень даже неплохо. У них есть несколько хороших игроков. Но тут же нужно смотреть, опять же, на оппонентов. То есть, в каждой группе есть минимум 4-5 очень удобных команд, в которых есть много хороших игроков, и которые поиграли на хорошем уровне. Поэтому тут нужно на оппонентов смотреть. То есть, Покров божий, может быть, хорошо посмотрелся на уровне бронз-линии, но на уровне сильных команд все-таки не хватает. Окей, давай Дарнину добойте. У нас. Давай про Дарнину. Итак. Первый фундамент. Второй Дарницкий ЗЗБК. Третий Машинтек. Четвертый РЛС Логистикс. Пятый Концюба Сити. Шестая Фиеста. Седьмой Покров божий. Восьмой Калфика. Калфика. Кариона 29. И ангердок 10. Я могу сказать, что в принципе... По этой группе, как думаешь, кто все-таки выйдет? Может быть, тут будет четвертая лучшая команда? На Ганду, в Голдрюсту ходит три команды, и четвертая лучшая из трех лев. Я бы, наверное, остановился к тому, что... По сути, сейчас пять команд боятся за выход. Я бы остановился к тому, что, в принципе, РЛС Логистикс может навязать борьбу, все-таки быть четвертой лучшей командой. До речи, я сразу скажу, Машинтек, где все логисты встречаются в этом туре. А, ну, значит... Ну давай, по матчинку тебе буквально фундамент с Фиестею, и Дарниця с Коцюбой Сити. Тобто перша, по сути, пятерка у нас... Першая шестерка, мы с собой встречаемся все. Будем решать... Возможно, это в тур как-то... Машинтек все это решено. То есть, кто выйдет, да? Або с третьего все-таки, або с четвертой. Коцюба поджидаю на полный путь. Да? Да, да, согласен. Интересно будет. Интересно будет. В принципе, группа достаточно ровная и интересная. Удивляет, опять же, место КЛФК. И... И Фиеста тоже, я думаю, удивило остальные. Ну, RLC Logistics и... Я знаю хорошую, в принципе, команду. Видел их игры, и Машинтек тоже. Фундамент удивляет, я думаю. Меня удивил фундамент лично. То есть, я смотрел за играми в Даймонд Блике в весенней части. Мы не по-другому, да, назывались? То есть, это не так увиденно смотрели. Сейчас удивляют местом своими. В принципе, уверенная разница мячей. И, я думаю, это главная сенсация, пожалуй, на данном этапе. Да. Ну, Дарнице завышалась по играм Дараско-Тюба и Андердо. Дарнице, по сути, 21 очков уже забрас. Я думаю, Дарнице уже... Первая команда, которая посетит. Да. Я думаю, да. В фундаменте еще игра с Хиестою и игра с Машинтек. Дуже такой календарь. Цікавый фундамент. Согласен. Согласен. Посмотрим. Да, это интересно. Ну, давай. Група В. Там тоже у нас очень интересные матчи были. Тут совсем ничего не понятно в группе В. Потому что еще есть доигровки. Есть команды, которые еще играют. И, соответственно, интрига только разгорается. Ну, давай пойдем так внизу вверх. Цикавый матч был. Я думаю, матч Туру. С группой В. Нью-Лайв дискотека 90. Нью-Лайв дискотека 90. Да. Нью-Лайв дискотека 90. Да. Нью-Лайв дискотека 90. Ну, знаю дискотекой очень много матчей играний. Знаю практически, наверное, 90% состава каждого игрока. То есть, ну, там много знакомых, ребят, с которыми играли. То есть, это команда, которая меня абсолютно не удивляет. Если они собирают самый сильный состав, они будут претендовать на самые высокие места в Лиге. Тем более, сейчас у них у многих ребят и знакомых перерывы в чемпионатах, где они выступают и приглашают хороших ребят, хороших исполнительных игр. Поэтому для меня абсолютно не удивительно, что они так уверенно побеждают. Допустим, Авдалян подключился к ним очень хороший исполнитель. Да. И если он будет ездить, то это будет максимальное усиление для команды, потому что он очень техничный человек. Поиграл во второй веке очень много матчей. Поэтому я считаю, что дискотека один из претендентов на победу в Голде. Ну, не в Голде, а в Суперлии. Да. В Голде зоне. В Голде зоне, да. Но я вспоминаю, что в Голде из первого раза мы тоже можем нормально. Да, да, да. Потому что, да, я согласен, у них много хороших исполнителей, но тут же нужно опять же смотреть на… Дистанции на сколько он может быть. Пройдут, вернее, эту дистанцию одним составом и будут для них собираться. Потому что у людей много турниров, они много где играют. Поэтому… Через Ябленко Женя и не проезжал вообще. Ябленко, да, 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 да. Поэтому… Посмотрим. По поводу этой игры. Мне набивают тоже знакомые ребята. Я за них играл не столько матчей. Вот. Мельник очень сильный исполнитель. То есть очень мне нравится максимально. Вот. По поводу дискотеки, опять же. Очень, очень хороший сбор в последнее время. Поэтому удивительно, что мы так побеждаем. Уверен. Окей, идем далее. Дуже цикавый матч был в Аус Ракис. Через 5 на Цимковой. Да. Матч был очень интересный, могу сказать. Да. Были постоянные качели. Туда-сюда. Видим, что Сидоренко выстрелил. Угу. Не все у него получалось до этого матча. Вот. Начинает набирать. Мы знаем прекрасно, что если Ютья в хорошей форме, он может сам вытаскивать игры. Это он делал много раз и на Даймоте, и на Дрюьюту. То есть, опять же, тот же Альц Армин. Знакомая команда. Играли не раз. Он не раз вытаскивал ее. По поводу этой игры. Очень равная. Я считаю, игра. Очень много. Как раз менялся счет. Ну, видим, что в принципе, это счетоверная фактор. Видите, Сидоренко. Они даже Альни молодцы. Да. Ну, спит зазначитесь, что 2-0 Альцис перемахал на начале. Да. Взагалі, все легко. Все очень просто. В четвертий до восьмой половины. И до пятнадцати половины 2-0. А все. А все. Алицер. Алицер. Алицер меня больше всех удивил. Таким стартом плохим. То есть, пять матчей они проиграли подряд. Я уже думал, что они соберутся. Но мы видим, что в принципе они сейчас, думаю, будут бороться за серебряную лигу. И я думаю, по силам там оказаться. Я думаю, им будет там интереснее выступать, чем бронзовалили. Потому что у них состав практически не меняется. Они давно играют. Они чувствуют друг друга. Много турниров. Сыграли вместе. Поэтому, я думаю, им было бы интереснее все-таки в сильвер лиге играть, чем бронзовый. Ну и там компания образуется. Да. 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 Согласен. И КФК уже там по факту. Я думаю, им было бы интереснее там. Да. Будет очень интересно. Давай далее. Наступный матч. Алицер играет друг в игру после Аусера с Ягуаром. 4-8. Баченка Цинковый. 2-5. Перемогает в первом тайме. И тут уже Алицер берет перемогу. Ну, я думаю, что в принципе. Ну, Алицер я смотрел игры. Неплохо смотрятся. Достаточно техничные. Ягуар хорошо играл в начале сезона. Сейчас еще потеряет очки. Ну, все-таки по сильнее. По сильнее команды пошли. И уже небольшие проблемы. Вот. Ну, я думаю, они в принципе особо не стремятся в голд. Я думаю, им и Сильверт было бы плохо, да? Ну, я знаю. Конечно, конечно. Ну, я говорю, что в принципе на фоне Алькаса все-таки это не нужно. Знаешь, я бы предоставил, что как раз организатор капитан команды Володя Савченко отрывает травм. Здесь уже буквально 3-4 тура и не принимает участь. И вот команда десь не остается его очень сильно. Потому что его присутствие на поле, он имеет большие криви команды. И это, как мы видим, сказывается на результатах, на дисциплине. Потому что команда начала много пропускать. В первых турах, независимо на то, что Аусер играл, я прошу, Ягуар играл с Аусером. Мы помним, перемогу 5-1. Мы помним, перемогу над Володайфу, ту же разгромную. То есть команда мало пропускала. И была дисциплина. Сейчас как раз это не достижает этого фактора. Потеря капитана, потеря организатора. Она всегда играет свою роль. Я согласен. Ну я не знаю всех нюансов. Поэтому мне стоит сказать. Окей, наступный матч очень интересный. Был Богодать и СК «Прогресс». В этом матче Богодать перемогала 2-0. По центру даже 3-0. И, кажется, перемога была поруч. Я вообще удивился таким ходом событий. Мне казалось, что прогресс, в принципе, посильнее. И я думал, что именно прогресс будет вести игру. Как видим, Благодать достаточно долгое время лидировала. Причем уверенно лидировала. Но, как мы видим, в этом году в Таймонд Лиге победы по ходу матча 3-0 вообще не дают то преимущество с этим. Потому что мы умудрились около 3 минуты 4 мяча пропустить. То есть это пример для того, что 3 мяча – это еще не победа. Ну, молодцы. Прогресс собрался. У них хороший состав, хороший сбор. То есть видно, что они стремятся к высоким местам. И молодцы. Собрались, отыгрались, когда было сложно. И я думаю, ну, наверное, заведомерный счет. Да. Знаешь, ты вспомнил, ты говоришь, камбэк с трех мячей, а в Киеве в фол матче с Волутой 4-0, и в 5-4 выиграл, и за полчаса без увидения утром 5-5 зиграл. То есть в 4-0, и в 4 выиграл. Да, самостоятельные матчи такие бывают. Тема хорош, когда это аматорский футбол. Все-таки в большом футболе очень сложно отыгрывать. Тут чаще такие ситуации происходят. Тем интереснее футбол. В принципе. Надо быть все время готовым, потому что соперник может отыграться, не расслабляться. Вот единственное, что могу сказать. Да, единственное слабо. Все, все, короче. Отповедно. Наступный матч. 172. Дмитриевка. Первая тема 1-1. Смоковый 1-4. Дмитриевка перемагает. Ну, по 7-й, я смотрел за Дмитриевка. НО-170. Я думаю, 1-2. Ну, не хватает. Я думаю, тоже глубины состава. В том году, мне кажется, НО-170 смотрелся поинтереснее. Мы играли с ними. То есть, они как-то больше кусались. Были больше заряжены. А в этом году им как-то не хватает. То есть, я удивлен на самом деле, что мне ни одного счетчика не набрали. Потому что, ну, в том году, я помню, команда боролась и не уступала. У нас есть 4 очки в них, а в группе А 0. Ну вот, ну вот. Мало как на 2 команды. Я думаю, 4 очка. Настолько матчей. Я думаю, что они тоже расстроены. Ну, есть, значит, певные внутричные проблемы, которые мы сейчас смотрим. А как тебе Дмитриевка? Насколько команда дивует? Неплохо. Ну, тоже, по-моему, новое, да? Чемпионат. Да, да. Да, тоже, в принципе, неплохо смотрится. Неплохо смотрится. Но я не видел, к сожалению, их игры с более сильными соперниками. Не совсем ориентируюсь, на кого они вместе идут. Но, в принципе, по этой игре, можно сказать, что победа заслужит. Окей. И последний матч группы В. Невайджин встречался с Киевинфою 19. 2-2 первый тайм. Киевинфо перемогал 2-0. И, здавалось, и сенсація дуже поруч. А потом мель не включился, как бачимо. Зробил пупль. И 2-2 первый тайм. В другом тайме. Ну, Киевинфо... Молодцы. Ну, я тоже удивлен, что они так уверенно начали. Потому что мы можем видеть, что тоже они в чемпионате не очень уверены. Потому что они лайв показывают неплохую игру, у них хороший сбор. То есть, у них все время есть 4-5 замен. Вот. И, в принципе, стартовая пятерка у них достаточно хорошая. Поскольку я играл, я знаю приблизительно, кто как играет. И понимаю, что они играют, да. Ну, да. Тут фактор опять Мельника. То есть, я думаю, не лайв очень зависит от него. Это, ну, как от Месси Барслона зависит, так вот, в принципе, от Мельника зависит не лайв. Да. Это и не хорошо, и не плохо, в принципе. Потому что он пока ездит, слава Богу. Так что результат будет, я думаю, у них. Ну, пачу матчи в дискотеке. Ну, у меня никогда не хватило. Ну, конечно. То есть, там трейд-таки играл 10-10, скажем так. То есть, можно понимать. Побеждает все-таки команда, где один игрок. То есть, иногда бывают случаи, что индивидуально игрок не может вытащить игру. Но вот, когда игры с соперниками послабее, да, вроде бы 0-2. То есть, тут он берет и за две минуты забивает два мяча. То есть, отыгрывает, и дальше уже проще. Поэтому именно в таких матчах фактор таких людей играет большую роль. И поэтому они отыгрались, и во втором тайме свои два мяча забили и выиграли. Ага. Зговорю с тобой. Ну, давайте в Нью-Нотобойце. В группе В нас тоже там все дуже запутано. И мы будем спостерегать остальные два тури. Ну, с охоплением и очековывать их, кто все-таки выйдет в эту лигу. Дискотека мае шесть матчів, шестнадцать очок. Поки що лидирует, дуже впевнено. Нью-Лайф на другом месте мае пятнадцять. Прогресс третий місце дванадцять. Ягуар Альтис по сім матчей десять очок. Благода Дмитенко по девять. Дмитенко и один матч в запасе. Аусер шесть. Норсто сімдесят пять матчей. Чотири очки. И Киеву ФОЮ-19 три пункти після семи зіграних матчей. Що тут можеш сказати по табеті? По вейдиву? Я думаю, що зараз на чому тройку претенгує? Ну, естественно, дискотека, я думаю, уже одну на кой в голдліпе. По поводу других команд. Ну, Нью-Лайф, в принципі, очень солидно стартовал. И, в принципі, я думаю, вони тоже за голд зацепятся. А вот третье место, мне сложно сказати. Але мене все-таки кажется, що будуть розыгрывать Прогрес і Альтис, наверняка. Може би Дмитрівка підключиться теж. Беречі Прогрес і Альтис, матч мислово залишився. Я думаю, він буде поживого рішання. Тобто, мені кажуть, Прогрес і Альтис і Дмитрівка. У мене таке мнення. Дивіся, як ти кажеш, Дмитрівка з цього матчу зустрінеться з благодатью. Зустрінеться з Асаром. Тобто, якраз у цей матчі після цей буде вирішати. Благодаря цей Дмитрівка. Хто переможе, включитися. І Альтис, Прогрес. Ну і Агуар через НОС-170 і Дискотека. Тут интересно в том, что нужно еще понимать, на что люди рассчитывают. Я не думаю, что все команды рассчитывают подниматься в гол. То есть, мы знаем, что очки частично будут сохраняться. Но я не уверен, что все команды очень хотят идти в гол. Потому что прекрасно понимают, что в этом году будет очень сложно проявить себя в гол. И есть команды очень сильные. Поэтому тут еще много будет зависит от того, захотят ли сами команды выкладываться на все 100, чтобы выходить в гол. Или все-таки, например, остановиться на достаточно сильном сильвере. Ну да, там и сильные будут, в принципе, в матчах. То есть, у нас получается даже то, что, возможно, например, такая команда, как ЛФК или Альцин могут оказаться в бронзовом дивизионе. То есть, в этом году настолько сильный подбор команд, что даже хорошая, сбалансированная команда может все-таки ощутиться в бронзе. Поэтому, я думаю, и бронзов будет достаточно интересным в этом году. Да, 100% согласен с тобой. Ну что, Макс, мы, в принципе, с тобой проанализовали тур. Анонс мы не будем делать еще. Розклад не полностью погодженный до конца. Завтра я постараюсь, как можно шире, что вывесить этот розклад. Нагадую, что мы эти выходные играем 8-й тур, наступный 9-й тур. Импир не завершим. Все две игровки в погрели, какие есть. И, в принципе, нарезь было. 4-5 сечня не пропускаем тур. Підпочиваем. И 11-12 уже стартуруем. В околинах гол, сильных пара, бронзи. И, соответственно, уже до этого часа есть шелестный рендарь полностью. У нас и кола. И, конечно, команда рендовалась. Уже не было никаких игроков, не было никаких, мы четко розумели, какие у нас вклады участники. И спокойно рассчитывали и идти по календарю. Поэтому хочу тебе благодарить за эту передачу и за то, что мы с тобой проанализовали тур. Он видався интересным. Я думаю, 8-й тур будет не менее интересным. И мы уже умеем анализовать с наступным участником этого тур. Поэтому тебе благодарю. Давай заключим слово от тебя. Ну, хотелось бы поблагодарить за организацию. Очень интересный турнир. Хотелось бы пожелать всем игрокам меньше травм, побольше получать удовольствие от футбола. И, я думаю, победит сильнейший в каждой из лиц. Вот. Но давайте быть, я думаю, корректнее. Потому что иногда не очень приятно выходить и ломаться на новом месте в таких играх. Хотя, ну, мы понимаем, что это футбол, но все же не хотелось бы получать глупых травм и иметь какие-то стычки на новом месте. Вот. Поэтому, я думаю, второй этап будет максимально интересным. И я надеюсь, что каждая команда попадет в тот турнир, который она хочет. Который заслуживает. Действительно. Приеднуйте твоих слов. Давайте меня поважать один одного. Памятать, что мы делаем классную справу. И после футбола один одного подискаем руки. Классный настрой. Зберегаем позитив. Всем хорошего вечера. И давайте встретимся новый год. Классный настрой. Местра. Да. Местра. До новых встреч. Местра. Местра. Местра.